Как выбрать участок, какие есть функции для самостоятельного выбора. Я объясню, какие инструменты есть для того, чтобы максимально удобно и быстро выбрать участок, который вам подходит. Значит, в конце делаем обзор лучших поселков на текущий день с точки зрения цена-качества. То есть, какие поселки я вам порекомендую в проекте Мэй Гитар для приобретения здесь и сейчас. То есть, очень важно понимать, с какой целью вы смотрите приобретение. Напишите, пожалуйста, то есть, что для вас важно. То есть, под какую цель вы планируете покупку участка. Я в этом случае смогу порекомендовать там один из семидесяти или может быть два из семидесяти поселков. И может быть даже какие-то конкретные участки вам порекомендую. Значит, вторая ссылка, посмотрите, это ссылка на YouTube канал о проекте. То есть, пока у нас еще YouTube не закрылся, рекомендую перейти и подписаться, потому что здесь очень много различного полезного видео есть о том, то есть, если вы раньше не, то есть, еще не знакомы с нашим проектом, то сможете посмотреть, в принципе, то есть, ну, массу информации о том, как выбрать участок, что происходит в наших поселках, что наши собственники делают, то есть, ну, и так далее. Поэтому там много полезной информации, которая наверняка ответит на большинство ваших вопросов. Ну, и, значит, по времени, то есть, займет порядка 15 минут, значит, где-то в 19-20 мы, значит, мы должны уже с вами будем закончить. И в конце традиционно, то есть, от себя я еще подарю промокод на получение дополнительной скидки. Поэтому все участники, кто дойдут до конца, получат непосредственно, значит, промокод еще на дополнительную скидку. Ну, давайте начнем. Значит, во-первых, жду, значит, ваши там вопросы, комментарии, напишите, пожалуйста, как вас зовут, с какой целью, то есть, интересуетесь покупка участка, и я с удовольствием, то есть, вам рекомендую, там, тот или иной поселок, или тот или иной участок. Значит, первое, что необходимо сделать, то есть, необходимо точно определить, какова ваша цель покупки участка. То есть, вот, по опыту, за 6 лет работ у нас уже больше 7 тысяч собственников в наших поселках, поэтому, если не брать какие-то индивидуальные запросы, а если взять, ну, все-таки массовые запросы, то, значит, то, собственно говоря, как бы, цели следующие. Ну, первое, то есть, это покупка участка под дачу, то есть, речь о, значит, речь о использовании участка в формате, то есть, дачи, то есть, построить там дом, заниматься садоводом, там, цветы посадить, приезжать отдыхать с семьей, со своими детьми. Второй тип запросов – это, значит, покупка участка для того, чтобы построить там дом, жилой, возможно, переехать жить на постоянное время, место использования, место проживания, прошу прощения, то есть, загородную резиденцию построить или, там, родовое поместье организовать. Третий и сейчас больше нарастающий тип запроса – это покупка участка под бизнес. Причем, то есть, есть различные идеи, то есть, начиная от, там, растеневодства, заканчивая гостиничным бизнесом, значит, гостевыми домами, кемпингами, глеймпингами, то есть, какой-либо вид бизнеса, какой-либо вид деятельности. Ну, и сейчас тоже, то есть, достаточно актуальный вопрос и запроска с точки зрения сбережения средств. Причем, если вы раньше больше под инвестиции спрашивали, собственно говоря, участки, то сейчас, когда последний месяц у нас просто-напросто люди покупают участки для того, чтобы иметь, там, некий такой запасной плат, да, чтобы в случае чего, как говорится, там, земля и прокормила, и вообще, то есть, можно было куда-либо уехать. Кстати говоря, то есть, хочу поделиться с вами статистикой, то есть, вот за последние полтора месяца у нас активизировались, то есть, все собственники, которые даже раньше приобретали участки, то есть, кто не осваивал территории, вот, и вот за последние полтора месяца было заказано ступить 120 бытовок, больше 120 бытовок, то есть, у нас закончили запасы даже бытовок у наших поставщиков, больше 60 конструкций домов заказали, и многие собственники, то есть, прямо начали, то есть, активно развивать территорию. Вот это такая вот, такое вот наблюдение. И хочу, то есть, скажем, ну, там, заметить то, что все те, кто, как бы, как говорится, начинают заниматься делом, то есть, как-то поспокойнее, то есть, люди, которые готовятся к каким-то неопределенным, там, ситуациям, трудностям, ну, то есть, им становится спокойнее, то есть, это прямо вот видно, в случае приобщения, то есть, нашими действиями собственниками. Итак, первый вопрос, то есть, на который, то есть, нужно ответить самому себе, то есть, это ваша цель покупки, то есть, вы с какой целью интересуетесь приобретением земельного участка. Второе, это ваш бюджет, то есть, у нас есть предложение от 100 тысяч рублей за гектар в рамках организованных поселков и заканчивая несколькими миллионами и десятками даже миллионов рублей. Значит, в собственности компании больше полумиллиона гектаров земли, поэтому ассортимент достаточно большой. Значит, с предложением гектар-то 100 тысяч рублей, то есть, ну, у нас конкурентов нет вообще, то есть, вы на рынке не найдете нигде, значит, так, чтобы можно было купить там гектар за 100 тысяч рублей в рамках именно поселка, то есть, организованного, не отдельные, значит, не отдельные. Вот, Валентина, да, добрый вечер, значит, для дачи или дома, в принципе, для жизни. Валентина, да, хорошо, то есть, я вам порекомендую, то есть, и для дачи, значит, и, например, для под индивидуально-жилищного строительства, то есть, формат, если вы, например, хотите не просто, то есть, использовать как дачный дом, а дом, в котором можно и прописку получить, ну, вот, и в случае даже, то есть, как бы, необходимости переехать жить на постоянное место жительства. Итак, если мы посмотрим на средние цены, и я вот всегда рекомендую рассматривать покупку участков в поселках, которые находятся на статке продаж, то есть, там, где еще не было поднятия цен, там, где не было индексация цен, значит, то есть, там будет нам выгодная покупка с точки зрения соотношения цена-качество. Ну, вот, поэтому, если посмотрим на средние цены покупки участка, то увидим, что средняя цена это где-то 300-400 тысяч рублей, то есть, начинается от 100 тысяч рублей, то есть, ну, там, и до, там, высоких, там, цифры есть, но вот средняя цена покупки это 300-400, то есть, за эти деньги можно приобрести достаточно хорошие, хорошие участки, то есть, как и для жизни, для дачи, для личного использования, то есть, для личной цели. Что еще важно? Важно еще, значит, понимать, какие у вас предпочтения по ландшафту. У нас есть разные территории, практически все наши поселки находятся вблизи воды, водных объектов, это и водохранилищ, и озера, и реки, рядышком с лесами, так, чтобы, то есть, можно было и в лес сходить за грибы. Вот, как раз пошел визон грибов, вот, мне, там, собственно, буквально полчаса назад, там, скинул фотографии, то есть, как, значит, сходили за грибами, ну, там, присылали, вот, прямо фотографии присылают, значит, как набрали грибов, как, большие, большие корзины, естественно, грибов, вот, при этом, домой жаль, но, поэтому, то есть, все поселки находятся у нас в экологически чистых местах, расположениях, это северо-западное направление, Новореческое шоссе и Ленинградское шоссе, Северо-запад, мы, как знаем, по розе ветров, это, значит, это самая лучшая экология, так, вижу, то есть, как бы, по поводу громкости, по поводу громкости, я попробовал прибавить, то есть, максимально громкость, и, КОНЕЦ Первый звук, значит пробую, то есть отрегулировать звук, секундочку, секунду, значит Ну вот должно, собственно говоря, то есть должен звук появиться, значит должен звук появиться, то есть я по крайней мере себя услышал, значит обратную связь То есть еще разок тогда повторю, третий важный параметр это ваши пожелания, то есть у всех разное Значит у всех, вот Маша Петрова пишет, что это имитация живого эфира, вот если бы это была имитация, то я бы не отреагировал на ваше сообщение Марии Ну вот, значит так что это не имитация живого эфира Значит, а вообще то есть приглашаю вас в офис, ну вот здесь мы можем то есть не виртуально пообщаться, а пообщаться вживую Это самое лучшее общение, ну вот я в конце то и скажу, где находится центральный адрес компании и с удовольствием познакомлюсь с вами лично То есть ваше пожелание относительно ландшафта, расположения участка, потому что у всех разное представление о том, как должны выглядеть участки То есть кто-то любит с перепадами высот, например дизайнеры у нас часто запрашивают, просят на такие участки с неровным рельефом, значит неправильной формы, к примеру То есть кто-то предпочитает наоборот более правильной формы, там квадрат либо прямоугольник Поэтому все, соответственно, то есть значит эти, ну ваши пожелания, они могут быть учтены, учитывая то, что у нас тысячи, соответственно, различных участков Поэтому работают десятки земельных экспертов, которые могут, значит вас, ну то есть подобрать под ваши индивидуальные запросы Вот это три самых главных вопроса, то есть ваша цель использования участка, что это бизнес, дача, дом, постоянное место проживания То есть или это, значит, инвестиции, способ сохранить сбережения, значит, на будущее Второе, то есть это бюджет, сколько вы хотите или готовы потратить на покупку участка, сколько потом потребуется времени для того, чтобы и денег вложить в развитие Значит, и ваши личные пожелания по ландшафту, по расположению, по зоне, по локации, естественно, участка То есть это вот, если вы составите такое техническое задание, то было бы, то есть нам будет намного проще, там вдвойне, втройне проще подобрать идеальные варианты То есть идеальные участки, которые будут подходить под ваши прямые запросы Мария, в ПЦ, да, вот пишут, что специально делают вид, что эфир прямой Ну повторюсь, что я бы тогда не ответил, соответственно, на ваш вопрос, если это был прямой эфир Мария, если сомневаетесь, ну как бы, то есть можете отключиться, ну вот, значит, посмотрите потом в записи Значит, дальше, относительно инструментов Какие есть инструменты, которые позволяют вам самостоятельно сначала проанализировать ассортимент поселки И, значит, ну то есть, как бы сначала полистать сами, то есть не ждать предложений от земельных экспертов Во-первых, обратите внимание, то что на каждом сайте поселка Значит, вот давайте, то есть я прямо вместе с вами проследую и покажу, как, значит, можно самостоятельно Достаточно просто выбирать там свободные участки, бронировать их и смотреть их ландшафт Возьмем, к примеру, с вами, значит, поселок Балагое Это самый бюджетный по варианту покупки участки Стоимость гектара здесь начинается от 99 тысяч рублей Значит, вот в товарные фиты выведены, то есть на главную страницу выведены прямо конкретные участки Стоимостью 100 тысяч рублей Потому что один из самых частых вопросов у нас, это реально ли можно купить участок за 100 тысяч рублей Да, можно То есть у нас есть ассортимент именно участков, где стоимость начинается от 100 тысяч рублей Значит, если мы перейдем с вами вот на генеральный план Нажмем на центральную клавишу Перед нами откроется генеральный план И вот дальше показываю, что с этим делать Правый верхний угол, значит, стрелочкой То есть если мы вот нажмем, нажмем на стрелочке То экран расширится на всю страницу и дальше можно будет сдумировать То есть саму карту Вот колесико мышки я сейчас, например, откручиваю и смотрю, где располагается сама территория поселка Вот обратите внимание, что поселок Балагое это такое очень интересное с точки зрения расположения, стратегически важное такое место Это ровный центр, середина между Москвой и Санкт-Петербургом То есть между двумя столицами ровно середина При этом в самом Балагое останавливаются все скоростные поезда То есть это и там и Сапсан, и Ласточка, значит, и фирменная поезда, которая проходит То есть от Балагое дальше еще где-то полчаса езды на такси или на рейсовом автобусе То есть вы оказываетесь на территории вокруг хвойный лес на берегу озера Пирос Озеро Пирос раньше было водохранилищем, то есть потом было переименовано в, значит, в озеро Чистейшая вода, поскольку это начало Валдайской возвышенности, это хвойный лес преимущественно Поэтому, то есть, ну, место, оно само по себе, то есть уникальное, вот именно с точки зрения, то есть там чистоты воды, воздуха и там уединения Ну вот, значит, всем, по крайней мере, то есть там, значит, там столичным жителям точно не хватает именно тишины, спокойствия, то есть уединения Поэтому пользуются очень большим спросом Значит, приближая участки, то есть еще раз, с колесиком мыши мы можем зуммировать, смотреть, где располагаются участки И видим то, что, значит, участки разного цвета, значит, имеют Красные, это проданные участки, это те, значит, это те гектары, на которые есть договор купли-продажи То есть есть стопроцентная оплата, большинство участков здесь уже переоформлено в собственность Желтым цветом выделены участки, которые, значит, по которым есть рассрочка платежа То есть, вот если вы нажмете на участок, то увидите, что участок забронирован Значит, заключенный договор бронирования, получена оплата, либо предоплата Синим выделены участки, которые находятся в резерве Это значит, заключен договор бронирования или договор купли-продажи И мы ожидаем оплату по данным участкам То есть сам цвет говорит о статусе, значит, участков И участки свободные для выбора, вот, например, 26, 27, 28 То есть, видите, они с зеленой подложкой, значит, без выделенного цвета Это участки, которые свободны к продаже Давайте попробуем найти участки здесь как раз за 100 тысяч рублей То есть, это вот северная часть, северная зона Значит, внизу порядка 20 участков у нас осталось где-то, ну, порядка 20, да Как раз участки по 99 тысяч рублей При этом, значит, есть вот такие шарики воздушные То есть, на генеральном плане, если мы нажмем, значит, если мы нажмем на вот этот воздушный шарик То мы увидим с вами виртуальный тур То есть, это не дизайн Это реальная съемка местности для того, чтобы вам было проще понимать ландшафт, значит, самих участков То есть, дальше передвигаясь вот по этим точкам Мы можем, значит, смотреть по карте, где располагаются участки относительно дорог Значит, там линии электропередач Вот приближая зум мира, мы можем увидеть, например, что вот на участке 527 То есть, участок идет вдоль дороги На нем находится столб для подключения электричества То есть, линия электропередач идет вдоль Значит, там примерно 70% участки залесено И участок выходит в лес То есть, все это позволяет вам определить ландшафт Определить степень заресенности Расположение участка относительно действующих дорог, населенных пунктов Значит, водных объектов То есть, ну, все, что, в принципе, все, что захотите Все, что нужно знать вам о, значит, конкретных участках То есть, дальше, перемещаясь либо по генеральному плану, по виртуальному туру Вы можете посмотреть реальный ландшафт участков Понять, насколько они как раз подходят под ваши пожелания То есть, сначала определитесь, да То есть, посмотрите, у нас есть и участки, которые находятся вдоль рек Река Березайка Полноводная, которая впадает в озеро Пирос Участки, находящиеся, значит, в лесу, в лесном массиве Участки, которые, то есть, граничит, например, с населенными пунктами С сельскими поселениями И, значит, деревнями местными То есть, все это позволяет Ну, и участки как раз в зоне Ближе к озеру Ближе к озеру Пирос Ну, собственно говоря, то есть, вот как раз Как бы на примере Там поселка Балагоя Показал, какие есть инструменты То есть, если вы выбрали конкретный участок Он вам понравился Ну, давайте там приведу пример Значит, хотите участок, например, ближе к озеру Ближе к воде Выбрали, то есть, посмотрели участок 414-й, он вам понравился Нажали на него кнопочкой мышки Значит, открывается карточка самого участка То есть, обратите внимание В левой верхней, значит, карточке То есть, есть прямо фотографии То есть, если вы нажмете на участок То увидите Можете фотографию приблизить Отдалить Значит, дальше характеристики То есть, этого участка Его площадь То есть, мы видим, что гектар Значит, и 0,03 Это получается 103 сотки Мы видим конкретный кадастровый номер Значит, очень часто у нас спрашивают Размежеваны ли у нас участки И получены ли кадастровые номера Значит, можно ли заключать договор купли-продажи То есть, в каждом конкретном участке Вы увидите кадастровый номер Значит, по этому номеру Вы дальше сможете посмотреть Проверить Заказать выписку из ИГРН самостоятельно То есть, все это можно Имея на руках Кадастровый номер Значит, и Есть две формы То есть, первая форма Это отправить заявку на участок То есть, если вы нажмите То есть, эту кнопку То заявка уйдет в Департамент земельных экспертов С вами в ближайшее время Свяжутся специалисты И дальше уже расскажет Отправит необходимые документы На этот участок Ну, то есть, ответит на все ваши вопросы Если вы твердо уверены Ну, вот как мы сейчас выбрали Там, участок 414 Давайте еще разок покажу То есть, мы вот видим, к примеру Что это один из Там, последних участков Ну, вот есть еще участок 402 Значит, который находится ближе к воде То есть, этот участок можно забронировать То есть, мы, в принципе, как и И все крупные компании Когда вот начались пандемийные времена Вывели функцию онлайн бронирования Поэтому, значит, если вы оставите ваши данные Значит, введете данные Давайте, то есть, покажу, как это делается Значит, я ввел свой телефон Ввел почту Значит, когда вы ввели ваши данные То есть, у вас еще открывается функция Забронировать онлайн Вот если я сейчас перейду на как раз Форуму бронирования онлайн То перед вами открывается оферта На конкретно данный участок Значит, стоимость бронирования 10 тысяч рублей на 10 дней То есть, вы бронируете участок И выводите его из продажи автоматически То есть, если вот я дальше нажимаю кнопочку Перейти, значит, к бронированию Дальше вводится, значит, код подтверждения То есть, я вот отправил себе смс-ку На, значит, на номер И введя, соответственно, эту смс-ку Дальше вы, как бы, забронируете Есть возможность забронировать онлайн Там через карту, значит, или через, там, онлайн Или через мобильный банк, значит, забронировать И вывести этот участок из продаж Дальше у вас будет 10 дней для того, чтобы приехать Либо в офис компании, либо Обратиться, значит, к земельным экспертам И уже подписать договор То есть, оформить все необходимые документы То есть, на конкретно, то есть, в ваш участок Вот все эти функции То есть, и виртуальный тур, и генеральный план С различными цветами, то есть, участков Значит, и форма онлайн бронирования Она помогает вам выбирать самостоятельно участки То есть, если вы предпочитаете это делать самостоятельно Но смотреть, как бы, уже после этого То есть, принимать решение, там, приезжать в офис Или ехать на место на просмотр Где вас также встретят, проводят и покажут То, что вам понравится Значит, вот первый поселок Балакой То есть, в котором мы хотим показать Мы уже разобрали То есть, еще два поселка хочу показать Поселок Новая жизнь Значит, интересное расположение То есть, данного поселка И я считаю, что один из самых перспективных поселков С точки зрения развития Объясню сейчас, почему Еще разок перехожу на генеральный план Открываю генеральный план Расширяю на всю страницу Вижу, как бы, сам план Генплан поселка В соответствии с которым проведено межевание То есть, межевание территории Значит, колесико мышки могу отдалить Отзумировать и посмотреть, где располагается сама территория Вот, обратите внимание То есть, поселок располагается по Новорижскому шоссе Вот идет трасса М-9 Он примыкает к Новой Риге То есть, часть участков Они прямо выходят на На саму Новую Ригу То есть, тем самым Значит, ну, делая его достаточно привлекательным То есть, транспортной Вот именно с точки зрения транспортной доступности То есть, Новая Рига Хорошая трасса Ее сейчас расширяют От Волоколамска до Ржева Делают многополосной Обратите внимание То, что здесь она двухполосная Через два года То есть, это будет многополосное движение Значит, то есть Вот пошла территория поселка Пошли прямо территории То есть, конкретных участков Значит, вот наша въездная группа Стоит Здесь уже она подключена к электричеству Видеонаблюдения Камера видеонаблюдения Трансформаторная подстанция стоит От которой дальше То есть, обратите внимание То есть, мы разводим электричество Стоят столбы Линии электропередач Строим дороги То есть, ну, это вот фотографии давние Где-то полугодовой, соответственно То есть, давности Но вот здесь вот видно, как пошли Значит, делать дороги То есть, вот как мы начали, соответственно То есть, делать дороги То есть, с одной стороны поселок Граничит с федеральной трассой Это очень хорошо С точки зрения транспортной доступности Или ведения бизнеса Любой, любой коммерции То есть, на этих участках С другой стороны Поселок граничит с городом Ржев Ржев – это второй по численности город В Тверской области, соответственно Вся инфраструктура базовая Магазины, школы, аптеки Детские сады, торговые центры Значит, ну, вообще все Все, что необходимо для жизни Есть в шаговой доступности Поэтому эта территория предназначена В том числе для постоянного места проживания Поэтому отдельную зону мы здесь вывели под индивидуальное жилищное строительство Значит, вот как раз там Валентина пишет То есть, для жизни, для дома Хороший вариант Значит, участки под индивидуальное жилищное строительство То есть, вы будете жить как бы на территории Но при этом граница с городом То есть, вот, как раз То есть, вот прямо досюда То есть, там доходит рейсовый автобус Дальше разворачивается И уходит обратно Ну, вот Хорошее сочетание Хорошее сочетание Значит, с третьей стороны Поселок граничит Вдоль поселка протекает Сейчас покажу Протекает река Волга Значит, то есть, наличие водоема Это обязательное Пункт при выборе территории Которую мы проектируем в поселок При этом, Волга здесь не широкая Порядка 80-100 метров в разливе Неглубокая То есть, река несудоходная Там теплоходы, баржи по ней не ходят Значит, ну, только, то есть, моторные лодки Там, скутера Значит, небольшие катера Но вот При этом чистая вода Потому что Вола, это верховья Волги Она еще не проходит через крупные города Значит, только через Сележарова Через Заржев То есть, вот два небольших города Значит, это дальше она уже течет Там через Зубцов В сторону Старица Через Тверь И вот там она уже как раз расширяется И пошел Дальше пошла судоходная Уже вот Судоходная Волга Значит, рядышком Располагается Сосновый Бор Нижний Бор Он так называется С прогулочными зонами С трассами для Там, велопрогулок Значит Ну, и с правой стороны тоже есть такой перелесок То есть, территория ограничится с перелеском Поэтому Вот четыре этих составляющие Первое Транспортная доступность Федеральная трасса М-9 Новая Рига Второе Это развитая инфраструктура рядышком Инфраструктура города Ржев Значит Кстати говоря То есть, причем Транспортная доступность Не только То есть, по Новой Риге Но и в Ржев пустили ласточку Из Москвы Поэтому Железнодорожная станция Вот она Ржев Балтийский Располагается прямо рядышком В непосредственно Близости От там Самого От самого территории поселка Ну вот Ну и Опять же То есть, лес Наличие Причем Вот он Нижний Бор Значит Здесь Там С трассами То есть, для прогулок Ну вот То есть Все это делает Территорию поселка Очень привлекательной Для жизни Ну вот И с точки зрения Именно развития То есть, очень хорошие перспективы Ну и третий поселок Который тоже хочу порекомендовать Это поселок Один из поселков Территории Долина Вазуза Один из поселков По территории Долина Вазуза Значит Если мы в браузере С вами введем Долина Вазуза Точка РФ То перед нами Откроется сайт Проектируемого Строющегося Эко-курорта Которая располагается На Вазузском водохранилище Вазузское водохранилище Это резервное водохранилище Мозводоканала Оно находится В двухсот километров От Москвы Тоже по Новорижскому шоссе Значит На этой территории Мы строим Десять поселков С общей инфраструктурой Значит То есть Если вот Я по генеральному плану Сейчас тоже буду перемещаться То есть Я вам покажу То что Территория первого поселка Который мы открыли Дальше Территория второго поселка Значит Третий поселок Сейчас То есть Введем Проектирование дороги И линии электропередач Четвертый поселок Где уже Значит Сделаны дороги Где уже проведено Стоитное электричество Сейчас мы Там Строим въездную группу Облагораживаем территорию Значит То есть Ну Занимаемся Как раз Строительством базовой инфраструктуры Значит И так далее То есть Десять Десять поселков То есть На одной территории На территории Вазузского водохранилища Здесь сейчас Очень выгодная цена Поселки Усадьба Алексеевская Имение Алексеевское Прошу прощения Имение Алексеевское Значит То есть Одна из наших Тоже миссий И целей Это восстановление Исторического наследия То есть Мы Когда проектируем поселок Мы изучаем Берем историческую справку Смотрим Какие поселения Здесь были Какие деревни То есть Мы с вами знаем То что Там за последнее время Там Большое количество деревень Просто-напросто вымерло И перестали существовать И населенные пункты Они были стерты С лица земли Стерты с карты Поэтому Мы Вот Восстанавливаем Исторические названия Тех Населенных пунктов Которые находились Рядышком Либо на этой территории Вот прямо на этой территории Находилось Достаточно большой Населенный пункт То есть Это была Большая крупная деревня С названием Алексеевское Поэтому имение Алексеевское Соответственно То есть Это как раз Историческое название Поселок находится На береговой линии Реки Реки Асуга Река Асуга Это достаточно широкая И полноводная река Значит Вот с виртуального тура Мы можем посмотреть Как она выглядит Разлив реки Порядка 150-200 метров Глубиной Вазузское водохранилище Которое Образованное Реками Асуга И Вазуза До 40 метров То есть Прекрасное место Для рыбалки И люди Которые Занимаются Увлекаются рыбалкой Вазузское водохранилище Знают не понаслышке Потому что Прекрасная Рыбалка Значит Ну и любят ездить В принципе То есть До Москвы Это два часа езды По Ново-Рижскому шоссе Значит Есть участки Которые выходят И на первую линию Значит Но если говорить Про хорошие цены Вот именно Про хорошее сочетание Там Цена-качество То я бы рекомендовал Посмотреть участки В начале поселка Потому что Здесь можно найти Участки стоимостью 499 тысяч рублей 499 тысяч рублей Это тоже будут участки Под индивидуальное Жилищное строительство Поэтому Ну Это очень хорошая цена Значит Учитывая Аналитику стоимости По данному району Здесь стоимость сотки Начинается от 75 тысяч рублей И выше И доходит До полумиллиона Рублей За одну сотку Ну вот Поэтому Самая низкая Стартовая цена На территории Значит На данной территории Что В два раза ниже Минимальной стоимости Чем у конкурентов Ну вот Поэтому Хорошее предложение То есть Ну как бы Как с точки зрения Кстати говоря Личного использования Под строительство Дома Дачи Ну то есть Можно Там выбрать Там участки В лесу Выходом в лес Обратите внимание То есть Видите То есть Мы Сейчас уже построена Въездная группа Здесь запечатлен момент Когда То есть Начали забор ставить Въездную группу Делать Завезли Дальше Столбы Опоры Линии Электропередач Ну вот Они Значит Были складированы Сейчас Уже устанавливают Столбы Лэб По территории Значит ПГС Завезен Для того Чтобы Отсыпать С СН То есть Дороги Вот Установлен Фундамент Для центрального Дома Сейчас Уже Строительство То есть Идет Значит То есть Поселок Как бы В таком Как бы В стартовой Стартовом Стадии То есть Развития И стоимость Участка Повторю Здесь Стоимость Сотки Сейчас Будет Самая Минимальная То есть Это Сравнимо С покупкой Квартиры Например В доме Который На этапе Котлована То есть Очень похоже Поэтому Вот Если Как бы Вопрос По поводу Выгоды Наличие Большой воды Рядышком Вокруг Лес Значит При этом Это Два часа Езды От Москвы По Хорошему Прямому Шоссе По Новорежскому Шоссе То есть Рекомендую Долина Вазузы Поселок Имение Алексеевское Ну вот Значит Постарался Не уложился Я за 20 минут Прошу прощения Значит Ну как и обещал Значит В конце То есть Даем Пишу промокод Для Получения Дополнительной Скидки То есть Промокод Давайте У нас будет Сегодня Следующий То есть Наверное Один из самых Главных Вопросов Который Сейчас Всех Волнует Это Вопрос Орегулировании Наших Взаимоотношений На внешнеполитической Арене Поэтому Промокод Будет Такой Актуальный МИР0310 МИР0310 Значит Промокод Даст вам Скидку Дополнительную Скидку 5% 5% На покупку Любого участка Поэтому Не важно Это будет Участок За 100 тысяч Рублей Или За 500 тысяч Рублей У вас будет Дополнительная Скидка 5% По данному Промокоду Промокод Будет действовать 3 дня Ну давайте Определимся Что это будет До 7 октября До 7 октября Включительно Поэтому Если вы Планировали Покупку Участка То Ну наверное Самое время Для того Чтобы То есть Это делать В принципе То есть Я рекомендую Сейчас Ну наверное То есть Вкладывать Энергию Значит В позитивное Правильное Русло Значит И Ну там Покупка Участка Это То есть Не только Там Вложение Капитала В там Капиталовложения То есть Но это Создание Своей Там Материальной Базы Которая Обеспечит И продуктовую Безопасность Если Это Будет Нужно И вообще В принципе То есть Ну там Некое Спокойствие Ну и вообще То есть Покупка Участка Всегда По себе Знаю Оно Так Очень Сближает Сплачивает Всю Семью То что Сразу Начинаются Идеи По поводу Того Как Можно Своить Этот Участок Что Вы Будете Делать Где Будет Стоять Дом Где Будет Там Находиться Баня Где Пруд Можно Вырыть За счет Где Цветник То есть Будет Находиться То есть Это Всегда Очень Позитивное Значит То есть Такое Действие Которое Дальше Сближает Всю Семью Ну Давайте Завершаю Да Благодарю Всех За Участие В Вебинаре Если Есть Какие То Еще Вопросы И Вы Не Успели Их Задать То Приглашаю Вас В Центральный Офис Компании Мы Находимся В центре Москвы По Адресу Улица Мещанская Дом 9 Дробь 14 Значит Это Территориальная Станция Метро Проспект Мира С одной Стороны С другой Стороны Сухаревская И Цветной Бульвар Буквально 10 минут Ходьбы От Любой Станции Метро Мы Работаем 7 дней В неделю Здесь Находится Наше Здание Здесь Находится Центральный Офис Компании Мой Гектар Значит 7 дней В неделю Работаем В будни С 9 Утра До 9 Часов Вечера В выходные Дни С 10 Утра До 8 Часов Вечера Приезжайте С удовольствием Познакомимся Пообщаемся Выберем Хорошие Варианты И Подходящие Участки Под ваши Цели И запросы